Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня у нас в гостях Кристина Ковалева, участница шоу «Голос страны». Кристина Ковалева, рада вас видеть. Вопросов много, читатели вам интересуются, поэтому будем постепенно задавать. Аня спросила, Кристина, слышала, что вы принимали участие в программе «Снеганка. 1 плюс 1» и в концерте «Сьюзи». Где это можно увидеть? На сайте «Голос Сокровины» почему-то ничего нет. Мы лучше желаем вам удачи. Спасибо большое за вопрос. Ну, насчет «Снеганка» я не знаю, выложили в интернет или нет, так как я сама давно не заходила в социальные сети. А сюжет о концерте «Сьюзи Кватро» выйдет 6 апреля на 1 плюс 1 в программе «Уголосы страны». Фильм о фильме, что-то в этом роде. Я еще точно не знаю, но вот следите за событием. Спасибо. Следующий вопрос от Юлии. Кристина, ты замечательно выступила на протяжении всего шоу. Очень жаль, что ты ушла, но думаю, ты не расстраиваешься, ведь ты такой светлый и позитивный человек. Скажу, у тебя есть город или страна, где ты мечтаешь когда-нибудь побывать? Спасибо большое. Так приятно. Есть у меня такой город и страна. Сейчас я вам приоткрою занавес своих мечтаний. Ну, во-первых, я хотела бы побывать в Америке, чтобы вдохнуть джазовую атмосферу. То есть это в Бостоне, в Академию Беркли, хотела бы попасть, о которой я говорю везде. Также мне очень нравится Чехия, именно город Прага. Именно по духу, по атмосфере. Мне очень приятно там находиться. Мне очень нравится город Питер в России. Но жить я хотела бы в Киеве, если честно. Все-таки остаться в Киеве. Спасибо. София, есть ли у тебя кто-то из родных? Я так понимаю, братьев или сестер? Или ты одна в семье? И сестренки у меня нет, и братишки нет. Я одна, единственная в семье, да. Поэтому все внимание мне доставала. Ася Линская спрашивает, чем ты занимаешься свободной линией? Спасибо большое за вопрос. Это бывают разные занятия. Я люблю читать, люблю рисовать. Конечно же, одно из самых главных моих занятий – это слушать музыку, музыцировать, петь. Так как у меня есть возможность посещать разные театры в Москве, я обязательно делаю это по выходным. Вот. Спасибо. Так, и тут Софа интересуется, любишь ли гулять по Москве, какие места наиболее понравились? Люблю. Спасибо за вопрос. Люблю гулять по Москве. Мне очень нравится книжный магазин на Тверской. Это, наверное, единственное место, где я себя чувствую хорошо в Москве. Ну, именно, там очень приятно, да, и очень хорошо. Так, хорошо. Василий спрашивает. Христина, вы не дуже подобаетесь, что ты такая молодая людина, избиваешь джаз, а свои щось пишешь, их щось так, кто в яком стеле. Спасибо. Да, обожаю джаз. Да, пишу, пытаюсь писать. И, кстати, хочу сказать спасибо голосу страны, потому что он меня очень стимулирует в этом плане. И после того, как я прошла столько этапов в этом проекте, я по-другому стала смотреть и на свое творчество, и как-то стала находить в себе силы, все-таки я могу это делать, могу закончить это. Ну, то есть, простимулировал меня хорошо этот проект. И это тоже что-то с джазом, что-то даже немножко украинской народной музыки. Ну, либо на английском, либо на украинском языке у меня пишется. Ну, так, да? Хорошо. А вообще, как вы попали на проект? Как пришла вообще идея по этим национальной стране? Это тоже одна из самых известных историй. Моя мама отправила заявку. Как часто мама отправляет заявки на самом-то деле? Вы далеко не первая, а у вас почему-то... Да, история... Я, честно говоря, никогда не верила в эти истории, но на личном примере убедилась, что такое может быть. Вот, она меня уже поставила перед фактом, и большое ей за это спасибо. Так, хорошо. Вопрос. Чем ты занимаешься сегодня ей, может, отвечая? Яна спрашивает. Христина, ты нам дуже сподобалась, але останняя песня, Эйми, стала для тебя роковою. Як и сама творчость співачки, ты цей факт якось повязываешь между собой? Спасибо за вопрос. Нет, я не могу связывать судьбу Эйми и свою судьбу на этом проекте. Ну, так получилось. Возможно, я в чем-то не справилась с этой песней. Не хватило мне, может быть, сил передать всю глубину этой песни. Ну, что уже поделать. Ну, я ни о чем не жалею. Так, дальше у нас Дэна интересуется. Кристиночка, ты настолько индивидуальна, и Эйми, ты все равно спела по-своему. Даже скрипка был не готов к этому. На чьих примерах ты учишься, кого слушаешь, чьи версии в джазе тебе библият? Ижа, спасибо. Ой, спасибо вам за такой вопрос. Так, что-то там было очень много вопросов. На чьих примерах ты учишься? На чьих примерах, да. Ну, если мы касаемся джазового стиля, то для меня это, конечно же, такие авторитеты джазовые, как Элла Фитч-Джеральд, Сара Войн, Дэна Вашингтон, ну, и так далее, и так далее, потому что на эту тему я могу разговаривать очень долго. И из современных мне тоже очень нравится Диди Бридж-Уотер и Диана Кролл. Я могу очень долго перечислять. Я как бы просто всех слушаю, что-то запоминается, что-то откладывается, там что-то возьмешь, там что-то, и так получается свое. Ну, я люблю такое. А кого ты слушаешь, чьи версии в джазе тебе ближе? Чьи версии в джазе ближе? Ну, из современных мне очень нравится Диди Бридж-Уотер и Дэна Ривз мне очень нравится. Очень нравится именно скет, как они это делают, их музыкальные идеи, ну, если вокальные, мы говорим, часть, наверное, да. Так, хорошо. Следующий читатель, по-другому спеваману, обращается к вам, скажи, ты не таишь ли обиды на скрипку? Ведь он так поступил с тобой. Всем был заметен резонанс выбора твоего тренера и выбора Горбининой. Среди ребят ее состава, какие планы на будущее? Мы не успели тобой налюбоваться. Спасибо большое. Какая обида, вы что, ни в коем случае ничего подобного не хочу сказать и не таю в себе. Ну, значит, так должно было случиться. Я в любом случае рада, довольна результатом. Я очень много взяла от него, то есть, очень много важных советов, каких-то, ну, он помогал нам на протяжении проекта из песней и какие-то, такие жизненные советы. Огромное ему спасибо. Все хорошо. А что ты планируешь? Какие планы на будущее у тебя? Планы на будущее? Ну, вот сейчас я... Ой, простите. Сейчас я делаю акцент на собственное творчество. Сейчас стараюсь написать побольше материала, чтобы уже найти музыкантов. Вот, это еще одна из моих проблем. Я очень хочу найти хороших музыкантов, сделать какую-нибудь такую группу, где бы мы смогли исполнять и джазовые стандарты в своей трактовке, и также и свою музыку. А этих музыкантов вы еще в Киеве или все-таки в Москве? Во всему миру. Где нам делается? Можно ли музыканты вас сейчас слышат? Хотя вы хотели бы... Музыканты, пожалуйста! Обратиться к вам. То есть, через... Как вот они могут с вами связаться? Какой вариант? И социальные сети, ваши трактовые... Да, социальные сети, я думаю, это сейчас самый продвинутый вариант для того, чтобы найти кого-нибудь. Так, у меня везде есть странички ВКонтакте и Фейсбуке. Если вам нужна вокалистка, которая поет джаз, пожалуйста, обращайтесь. Я жду вас. А как вас найти в ВКонтакте? Как вас назовут? Ваш клик какой-то или... Да. В ВКонтакте у меня очень нестандартное имя. Меня зовут Христиан Намысти. Меня мало кто может найти. В группе «Волоскраина» есть, поэтому, если что, ищите. Откуда можно? Да. В Фейсбуке я Ковалева Кристина, просто латинскими буквами. Хорошо. Так, спасибо большое за ответ. Еще вопрос от Александра из города Киев. Привет! Не мог бы не обратить внимания на твои глаза. Скажи, есть ли у тебя молодой человек, и как вы познакомились, если нет, кто сейчас волнует твое сердце? Он из проекта? Ну, какой вопрос. Интриги расследовали. Да, интриги расследовали. Спасибо большое за вопрос. Так, как там все началось? Так, если... Обратите внимание на твои глаза. Скажи, есть ли у тебя молодой человек, и как вы познакомились? Ну, молодого человека у меня нет, так как я сейчас в таком творческом полете нахожусь. Поэтому вопрос, как вы познакомились, снимается? Снимается сразу. Если нет, кто сейчас волнует твое сердце? И он из проекта Леон? Ну, пока что, кроме музыки и творчества, мое сердце ничто не волнует. Может быть, и к сожалению, конечно. Ну, пока нет претендентов. Нет у вас претендентов. Хорошо. А возможно, вы напишите претенденты своей мечты. Какой он должен быть? Претендент своей мечты. Какое, что должно быть, чтобы вас интересовать? Ну, это, в первую очередь, чувство юмора. Ну, остроумный должен быть молодой человек. Это человек из творческой среды? Очень хочется из творческой. Что у вас? Да, но мама меня отговаривает. Но мне очень хочется, чтобы он был все-таки из творческой среды, желательно из музыкальной среды, чтобы мы смогли еще вместе музицировать, вместе играть. Также он должен быть фанатом своего дела, очень любить ту работу, которой он занимается, и целеустремленно должен к чему-то стремиться и поддерживать и меня в этом. Я его буду поддерживать. Ну, в общем, молодые люди, которые подходят под критерий к истинам, просим обращаться. Пишите. Пишите. Ася Линская. Здравствуй, ты самая яркая и талантливая участница «Голос Украины». Новая история. Что такое любовь, по-твоему? Какая была твоя первая любовь? Ага. Спасибо большое. Все о любви, да, любви? Все о любви послали. Ну, весна? Да. Что такое любовь? Ну, что я могу вам сказать? Наверное, любовь – это когда отключается сознание полностью, когда ты след и ничего не видишь, только живешь чувствами, эйфория. Вот, наверное… Все равно об этом долго можно говорить, но я думаю, это основное… и важный фактор этого чувства. Когда творите, занимаетесь своим творчеством, да, вот музыка, да, влияет ли на вас любовь? Она как позитивная или, наоборот, отвлекает для вас? Как это… Потому что многим, допустим, я знаю, что многие люди, которые пишут песни, музыку, им, наоборот, нужно влюбляться, разочаровываться, это дает какие-то эмоции, они там и на этом пишут что-то, да? Да, для творческих людей это очень важно, на самом деле. Ну, знаете, так как на любом фронте у меня пустота уже очень долгое время, поэтому я вдохновляюсь общением с творческими людьми, природой, книгами, чем-то новым, то, что могу услышать, увидеть, вот, собственно, беру из окружающей среды вдохновение. Вот, то, что вы так вот, это хорошо. А какая у вас была первая любовь, вы ее помните? Да. Ну, нужно мне открывать имя молодого человека, ну, что-нибудь о нем рассказать. Ну, вы знаете, это было давно. На школу? Нет, ну, это было, наверное, два года назад. Ну, не так же давно. Три года. Уже дальше. Ну, я бы не хотела об этом. Ну, хорошо, а пусть. Вам поведать, извините, я остараюсь. Ничего страшного. Что ж такое? Так, Малина спрашивает. Кристина, в проекте Summertime в вокальном пое вы использовали прием труба. Как ты это делаешь? Бежумно хочу тоже этому научиться. Спасибо. И знай, ты настоящий талант. Ой, спасибо большое. Труба, я вам могу рассказать. Значит, у меня есть друг Яша. Вот, когда были баттлы, я тоже прорекламировала своего друга, но это вырезали. Который научил меня делать трубу. Мы с ним вместе поклонники группы «Пятница», если вы знаете такую. И там очень часто использовался этот прием. И каждый раз, когда мы пели их песни, мы тоже пытались имитировать там. Как-то там не очень получалось. Потом я слушаю очень много джазовой музыки, джазовых инструменталистов в том числе. И поэтому всегда пыталась подпевать и копировать их импровизации именно таким способом. Ну и с Яшей. Яшей меня научил, как правильно это делать. И мы уже вместе... Подпеваете, да? Да, да, подпеваем. Так, хорошо. Ксения к вам обращается. Ты отличная музыкальная девушка. Проект «Голос страны». Это не главное, ты же знаешь. Вопросы. Есть ли у тебя какие-то предложения, планы на будущее? Мы обсудили. И в каком городе ты сейчас живешь? Спасибо. Живу я сейчас в Москве. Знаете, даже начала сомневаться перед тем, как произнесла Москву. Я уже много времени провожу здесь, в Киеве. Но скоро мне опять придется уехать и продолжить обучение в Москве. То есть основной пункт назначения это у меня Москва. Какой там еще был? Где живешь? Ну-то в принципе... Вот в Москве живу, в общежитии, как настоящий студент. Так, хорошо. Ромка из города Хмельницкий пишет «Привет, Кристина. У тебя в ВКонтакте на страничке есть видеозаписи, объединенные в альбом «Тупничок». Они невероятно позитивные. Так вот вопрос. Есть ли еще подобное видео? Планируется ли их съемка? Спасибо. Спасибо, Роман. Действительно. У меня очень много видео «Тупничков», так сказать. Ну, если вас это интересует, я, конечно, могу с вами поделиться. У меня большая коллекция таких видео такого рода. Так, хорошо. Вопрос от Софии. На каком ты сейчас курсе в Академии? Ты на платном учишься? Спасибо. Я учусь на бесплатном, так как я учусь по программе, по переводу от Украины. Учусь на втором курсе. На втором? Осталось мне еще три года. Ирина Петровна спрашивает. Кристиночка, мы всей семьей за тебя голосовали. Слышали, что Скипка тоже сожалеет о своем выборе. С нетерпением будем ждать твое выступление в Сьюзи. Скажи, пожалуйста, с какого возраста ты занимаешься музыкой? Спасибо вам за вопрос. Так, с какого возраста ты занимаешься музыкой? Музыкой, как бы, не серьезно, ну, я начала заниматься с трех лет, когда родители мне отдали в музыкальный коллектив «Зернышко». Спасибо им огромное за это, так как это был бесценный жизненный опыт концертов, выступлений и гастролей с детским коллективом. Но музыкальная, творческая атмосфера у нас всегда присутствовала в семье. Папа был поклонником Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles. У нас всегда звучала музыка, он всегда насвистывал все мелодии, импровизировал, поэтому дедушка играл на баяне. У нас такая творческая атмосфера всегда. Так, хорошо, спасибо за ответ. Еще вопрос от Алены из города Луганска. Если бы ты прошла дальше, какие песни хотела бы спеть на проекте? Ой, я очень хотела бы спеть. К сожалению, уже не смогу. Надеюсь, я когда-нибудь все-таки спою это, и вы услышите. Я ужасно хотела спеть песню Нино Катамадзе «Once in the street». Просто очень-очень. Ну, я думаю, что мы еще услышали о вашем исполнении. Я надеюсь, это тоже. Так, Маша из города Киев пишет вам. Если бы вы сейчас вернулись к слепым прослушиваниям, какого тренера вы выбрали? И какие ваши дальнейшие планы? Ну, мы это уже услышали. Давайте по поводу тренера. Спасибо. Так, по поводу тренера. Ну, это было бы... Так, меня выбрали двое. Но это было бы, наверное, не Александр Пономарев. Если честно, я бы сделала все точно так же, как и было. Я бы ничего не меняла. Все-таки скрипка, да? Да, я... Так, хорошо. София обращается к вам. Кристина, а кто по профессии твои родители? Спасибо за вопрос такой. Значит, мама у меня психолог. Ну, она в молодости преподавала музыку также. Вот, папа у меня... Ой, боже, простите, я вам снимаю сейчас все декорации. Вот, папа водителем был. Папа водителем был. Так, хорошо. То есть у вас, в принципе, еще есть возможность очень хорошо водить. Да, я, к сожалению, не занимаюсь вашим делем, но я хотела бы. То есть все впереди. Так, хорошо. Владимир из города Москва интересуется, свободно ли ваше сердце Владимир? Я уже должен был услышать ответ на свой вопрос. Владимир, да, свободно. Но, знаете, я хочу вам сказать, сердце-то свободно, но у меня, к сожалению, какой-то фейс-контроль очень строгий, от которого я сама порой страдаю. И не могу найти себе подходящую. То есть, я понимаю, вышеперечисленных качеств, как чувство юмора. Да, вы человек, который работает в культуре, в искусстве, и близок к вам подоку, он еще должен быть с отличным фейсом. Нет, не совсем здесь я бы не делала уклон на фейс, а просто, знаете, это может быть человек подходить под мое описание, но я с ним могу пообщаться, и вот как-то... Не мое. Не мое, да. То есть, я даже не знаю, когда же это мое придет. То есть, вы на эмоциональном уровне просто еще пока не нашли слышать. Да, но я думаю, это все слышать. Хорошо. Игорь из города Донецк спрашивает Кристина. Вы одна из участников, которая останется в памяти голоса Украины. Прекрасный музыкальный вкус и яркая индивидуальность. С кем бы вы хотели спеть на одной сцене? Спасибо, Игорь. Это совершенно не Игорь Петров из города Донецк. Понятие не просто. Я бы очень хотела спеть с Бобби Макферином. Просто мечтаю об этом. Хотя бы встретиться и сказать «Хеллоу, Бобби». То есть, ну, может быть, все будет. Да. Так, Жанна спрашивает. Кристина, кому бы ты в своей жизни сказала спасибо? В первую очередь, конечно же, своим родителям, своей маме. Это свет моей жизни. И благодаря ей у меня все в жизни получается. Это мой лучший друг, лучший советчик. Ну, это мое все. Мама, спасибо тебе большое. Так, хорошо. Назар обращается к вам. Кристина, ты любишь классическую музыку. И какой любимый композитор у тебя? Да, классическую музыку я тоже люблю, слушаю. И могу назвать композитора, который мне очень близок по духу. Я прочитала очень много о нем книг. Близок мне как личность – это Вольганта Мадей Моцарт. Его музыка, она очень позитивная и очень хорошо влияет на состояние души. И, в принципе, поднимает настроение. Спасибо за ответ. Так, Наташа задала много вопросов. Но они, к сожалению, уже повторяются. Может, на них многие ответили. Вот есть парочка таких интересных. О чем вы мечтаете? А уже можно отвечать? Конечно. Я что-нибудь знаю. Сколько раз я это буду говорить в эфире? Я пиарю Академию Беркли в Бостоне, что они уже могли мне платить за это. Конечно же, я очень мечтаю попасть в Бостон. И надеюсь, это когда-нибудь случится. Может быть, кто-нибудь из Бостона меня слышит сейчас. Да, очень хочу поучиться у мастеров джаза. Именно это такое святыня. Так, а планируете ли вы в ближайшее время принимать участие в шоу типа «Голос страны»? Я так понимаю, это первое ваше участие в таком конкурсном шоу? Есть ли пожелание? Вам понравилось это соревнование? Ну, знаете, «Голос Краины» отличается от всех проектов, потому что ни один проект ни разу не заинтересовал. Я, в принципе, была категорически против этих шоу-проектов. Но здесь меня подкупило то, что, во-первых, слепое прослушивание, потому что все смотрят всегда на внешность. Второе, то, что здесь был даже джаз. То, что здесь не формат, тоже приветствуется. Не формат, а это же формат. Но вряд ли, нет. Я сейчас точно не планирую участвовать ни в каких подобных шоях. Пока не планирую. Если разве что сделает какое-нибудь джазовое ток-шоу, я бы хотела в этом поучаствовать. Хорошо, спасибо за ответ. Так, вопрос следующий от Наташи. Какой самый оригинальный подарок вы когда-либо получали? Большое спасибо за ответы. Успехов вам. Ну, даже не знаю. Как бы, ну, у меня было немало оригинальных подарков от моих друзей, очень креативных подруг. Я даже не могу сейчас вспомнить и что-нибудь выделить такое оригинальное. Ну, спасибо вам за вопрос. Очень оригинальный. Так, хорошо. Вот Алекс интересуется у вас, как вы считаете, есть ли у нас в стране, в Украине, классные джазмены? На ваш взгляд. Так, если кого-то знаете, то что назовите, пожалуйста. Ну, вот из тех, кто мне сейчас пришел в голову, я хотела бы назвать из Харькова. Есть такие ребята, Акустик Квартет, по-моему, если не ошибаюсь, или Акустик Бэнд. Там Ефим Чупахин, клавишник. Вот, мне очень нравится их творчество и, в принципе, музыка, как они играют. Из остальных, вы знаете, я не могу сейчас вспомнить каких-то конкретных украинских джазменов, но могу сказать, что я иногда посещаю джазовые фестивали какие-то в пространстве Украины и очень часто слышу талантливых выпускников или студентов Глиера, в Академии Глиера. То есть количество джазменов увеличивается, молодых, то есть люди интересуются, и это очень радует. Так, хорошо. Мы, в принципе, так плавненько подходим к концу, мы почти на все вопросы ответили. Быстро. Да, очень быстро, оперативно. Вот предпоследний от Романа из города Хмельницкий. Кристина, я в восторге от вашего голоса и внешности. Вы все знакомы, просто таят при виде вас. Очень жаль, что вы покинули проект, для меня вы были одной из фаворитов. Чем, кроме учебы, дальше планируете заниматься в плане творчества? Спасибо большое. В плане творчества. Ну, так как я уже сказала, что я планирую что-нибудь творить, писать, музыкантов, сделать программу, и думаю, что вы услышите, увидите меня и мой пока что воображаемый бэнт где-нибудь и в пределах Украины. А скажите, вообще вот создать бэнт-группу, это сложно? У вас, допустим, ваши коллеги или ваши знакомые, вот кому-то удавалось самим, да, то есть насколько это сложная работа? Вот найти свой музыкальный коллектив. Мне кажется, это так сложно. Я, честно говоря, пока себе не представляю. Я вот нахожусь в мечтаниях и только надеюсь, что вот сейчас кто-нибудь подвернется, кто-нибудь найти своих музыкантов, которые будут тебе близки по духу и будут готовы с тобой сидеть целыми ночами и работать над мелодией, работать над гармонией, придумывать какие-то фишки, импровизации. Мне кажется, это так тяжело. Вот в Москве я пока что еще, конечно, не нашла. А были ли на среде ваших знакомых удачные опыта, что вот дели и нашли? Ну вот, допустим, с ваших, может быть, подруг или друзей? Нет, не знаю пока. Пока не знаю? Нет, мне сейчас никто не приходит. Ну, возможно, у вас есть шанс быть первым. Так, хорошо. Николай, последний вопрос. Еще не все? Да, еще не все. Кристина, с кем из участников проекта вы сдружились? Ой, ну, наверное, уже все участники нашей команды сказали, что у нас одна большая семья, такая родына, справжняя. И с остальными, ну, практически со всеми участниками общаемся и с разных команд. Ну, больше всего, наверное, из команды Дианы Арбениной, Павел Табаков, Паша Смирнов, дуэт Миша Бусин и Юрий Гаюр, которые были, Катя Тихонова, которая тоже покинула после баттлов, Селянский. Практически всю команду назвала. Ну, то есть, вот, больше с Арбениной команды. Да, ну, еще могу назвать команду Валерии. Это Нилу Фар, очень приятный человек, с которым я рада была познакомиться. Денис Федоренко. И вот это пока из тех, которые мне очень запомнилось. Так, хорошо. И вот напоследок вопрос от меня. Скажите, вот, по оставшимся участникам голоса, кого вы видите в лидерах? Вот, кого вы считаете, что, вот, скорее всего, он победит? Вот на ваш взгляд. Интересно, вот, угадаете ли вы победителя? Интересно, интересно. Ну, естественно, я бы больше всего за свою команду. Можно, давайте, на самом деле, тройку. Ну, я понимаю, что вы свои самые близкие, родные, но вот тройку, на ваш взгляд. Просто давайте так. Тройка. Так. Из команды Валерии... Я даже не знаю. Вы знаете, непредсказуемые бывают иногда результаты. Поэтому... Так. Ну, возможно, давайте на ваш вкус. Вот, кого бы вы выбрали? На мой вкус. Так. Потому что так сложно привыкать, действительно, что кто кого вы выбрали. Так. Команда Валерии, Валерии, что там осталось? Ну, я бы очень была рада, если бы Нилу Фар прошла финал, если честно. Нилу Фар, привет! Так. Команда Пономарева. Ну, там все талантливые очень. Галина Безрук. Галина Безрук. Очень харизматичная, да. И с очень сильными вокальными данными. Я думаю, что она попадет в финал. Команда Арбениной. Так. Паша Смирнов там остался, Рожден, Анафричок и... Подождите, кто же еще остался там? Вот вроде все. Уже трое? Да. Подождите. Ну, в социальных сетях все очень болеют за Анафельчака, то есть у них большая поддержка. Я думаю, что он будет. Ну, он так, конечно, молодец. Вообще такой. Я могу сказать, вообще фирмачи такие остались на проекте. Из нашей команды, я думаю, что будет сейчас украинская, но я не могу точно назвать. Пока затрудняетесь. Я затрудняюсь. Но я их очень люблю и хочу об этом сказать. Ребята, спасибо, что вы есть. Я очень рада, что познакомилась с вами. В любом случае, выберет зритель. Я думаю, он выберет правильно. Будем надеяться, что выбор будет правильный. Спасибо большое. Я напоминаю, что у гостя у нас была Кристина Ковалева. И вам спасибо. Спасибо всем. И всем желаем вам успехов. Спасибо. В общественном победе, в мяче свою группу. И свою любовь тоже. Спасибо. Я буду. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.